1 сентября 15,5 миллионов российских школьников начнут учебный год. И возможно в ближайшем будущем в России появится сразу несколько дней знаний. В Госдуме хотят разрешить регионам по своему усмотрению переносить начало учебного года на 1 октября. Впрочем, наши дети от этого могут даже выиграть. В некоторых странах начинают учиться еще в августе. Италия. Экспрессия эмоций и хардкор. Итальянских школьников с детства приучают к трудностям. Перемены по 10 минут, уроки с 8 утра, полный комплект домашних заданий по всем предметам на лето. Мало того, никаких школьных друзей с первого класса. Бедным итальянцам приходится в обязательном порядке минимум трижды менять школу, учителей и одноклассников. Говорят, это помогает в социализации и многостороннем развитии. Может их эмоциональность, известная миру, как раз оттуда. Япония. Маленьким японцам не легче. Их учат математики еще в детском саду. А учебный год начинается весной 6 апреля, в дни цветения сакуры. В итоге лето на отдых остается всего полтора месяца. Домашних заданий просто вал, плюс обязательные кружки, вечерние школы. А где детство-то? Может быть во Франции? Франция. Во Франции все странно. Классы нумеруют в обратном порядке. Оценки ставят от 1 до 20. Уроки начинаются 3 сентября. Зато можно не учиться по средам, а уроки заканчиваются к 7 вечера. А после этого гуляй не хочу. Никаких домашних заданий до старшей школы. А еще 5 каникул в год. Маленьких, но 5. Китай. И опять все сложно. Бедные маленькие азиаты. Китай. Хорошее образование для многих – это единственный способ выбраться в люди. Самый страшный зверь для маленького китайца – гао-као. Всеобщий экзамен, который сдают по окончанию школы. И вся жизнь посвящена подготовке к нему. Школьники так загружены, что правительству пришлось законом ограничивать учебный день до 8 часов. Но желающих учиться ничем не проймешь. Дома они сидят над заданиями до полуночи. Даже летние каникулы официально длятся всего месяц. Израиль. Когда российский подросток уже пошел на второй курс университета, израильский только заканчивает школу. Там учеба идет до 18 лет. По воскресеньям никаких мультиков с утра, только уроки. Выходной – один. Суббота. Считать до 100 израильские дети умеют с первого класса и начали разобрать оценки. Зато полно каникул, потому что все они приурочены к религиозным праздникам. Берем, например, октябрь. Три дня на Новый год, три дня на судный день, десять на суббот. Почему бы и нет? США. Задорно все знал про уровень образования американцев, но был не прав. Не тупые, а практичные. Многое, как у нас. Пятидневка, учеба с сентября до июня. Зато в средней школе ты уже человек и сам выбираешь интересные для себя предметы. Так что к выпуску из школы американский ребенок уже точно знает, кем будет, когда вырастет. Скандинавия. Северные и холодные наши соседи. Вот он рай для любого школьника. Какие домашки, какая дисциплина. До восьмого класса даже оценок нет. Все, чтобы милый маленький котик развивался и не испытывал стресс. Уроки большие, кое-где и по 70 минут, но с перерывами и в игровой форме. Никаких тяжелых сумок с тетрадками. Тесты на обучение не влияют, зато много спорта и обсуждений. Скандинавы уверены, что так правильно. И судя по тому, что скандинавское школьное образование считается одним из лучших в мире, возможно, они правы. Хорошего учебного года!